Знаете, есть маленькие пистолетики, есть большое оружие, есть... Вот сейчас такое время современное, что у нас есть всё. У нас есть и молитва покаяния, у нас есть и понимание, откровение, и причастие, и мы есть церковь. Поэтому верьте, верьте в Иисуса Христа и в эту новую жизнь, которая... Вот вы просто представьте о том, и вот я ещё хотел сказать об этом, что есть, ну вот, крест, да, Его. И я хотел ещё то, чтобы вот ты сегодня запомнил две вещи. Представь, насколько серьёзна твоя проблема, что потребовалась смерть Божьего Сына. Что Бог, Он не решил как-то вот по-другому это всё. Да, вот всемогущий Бог, который мог бы просто вот раз и... Ну, я не знаю, зомби себе наделать таких, которые его там прославляют, поют, не грешат. Но Бог нам дал самый большой дар, вот эту свободу воли. Он нас сделал по своему образу и подобию. Мы имеем возможность выбирать. Но вот этот грех, он очень, да, сатана обольстил, грех вошёл, и мы уже оказались под его властью, под его видением, под его похотью. И это нечестно. Но у Бога был план, да, и вообще в Библии сказано, что агнец закланный до начала мира. Понимаете, у Бога всегда этот план. Есть люди, любят там вот по-философски сказать, ну а чё же Бог тогда вот там это дерево вот сам дал, но Он же знал там и так далее. Бог всё знал, но поэтому Он всё приготовил, сразу всё приготовил. Он приготовил Иисуса Христа и приготовил самое-самое дорогое своего единственного любимого сына. Вот представь, насколько у тебя действительно серьёзная проблема, что она требует вот такого решения. Цените это и размышляйте над этим. И второе, как тот, который сына своего не пощадил, вместе с ним не дарует нам всего. Теперь представь, насколько у Бога есть что-то хорошее и благословенное для тебя, для твоей жизни, что потребовалась смерть его сына. Вот это два момента, насколько ты был в проблеме и насколько у Бога есть для тебя благословение, что потребовалась смерть сына. Потому что, если бы наше благословение заключалось только в том, чтобы дать нам денег, это или там ещё чего-то, да, каких-то вот материальных там вещей, то Бог бы просто взял это и дал. Но Бог, вот Иисус Христос, Он заплатил для того, чтобы ты действительно получил настоящее Божье благословение в свою жизнь. Для того, чтобы вот тебя довести до твоей максимальной точки твоего будущего. Аминь. И вот сегодняшняя проповедь, хотя уже тоже достаточно попроповедовали, поэтому постараюсь как бы покороче, я думаю, получится покороче. Как раз о будущем. Вообще, да, будущее интересная такая картинка, да, или если есть у кого-то картинка. Сказать, у некоторых нет картинки будущего. У кого есть картинка будущего? А у кого так вот искренно нет картинки будущего? Ничего как бы такого. Нет, да? Вот. Ну, я понимаю, что некоторые сомневаются, то ли это картинка, то ли это не картинка и так далее. Но вот Иисус однажды, Он про Святой Дух сказал одну функцию. Он говорит, Дух Святой, помните, Он говорит, лучше для вас, если я уйду. Потому что если я не уйду, Дух Святой к вам не придет. И вот Он ушел и послал нам обетование и Святого Духа. И одна из функций Его было, там Иисус говорит, я сейчас не буду это место открывать, что Он откроет вам будущее. Будущее возвестит, откроет будущее. То есть, да, и, ну, я раньше увлекался вот этими всякими интересными. Ну, журнал «Водолей», да, нам известен, да. Одна из самых, то есть, 90-е жили, интернета нет, где чего-нибудь такого почитать, да, нас тянет вот к этому сверхъестественному, да. И все равно человек хочет узнать будущее, да, отсюда куча вот этого делопоклонства, там, да. Ой, с пустым ведром меня встретили, да, или с полным, да. Это же тоже все об этом. Я хочу хорошее будущее для себя. И когда с полным ведром, да, а когда с пустым ведром – разочарование, да. Да, и вот мы иногда, и поэтому многие вот люди там, и действительно есть вот этот вот духовный мир, он имеет элементы, да, будущего, да, может открывать будущее. И мы это видим даже в деяниях апостола, что была служанка, одержимая духом прорицания, которая доставляла немалый доход, да. То есть мы видим, это все есть, и можем сделать вывод, что большинство или почти все – это не от Бога. Потому что вот, да, и даже то, что вот, а что, ну, произошло же, что она сказала, ну да. Потом Павел выгнал бесов из нее, да, и она потеряла эту способность. Поэтому вот, ну, иногда человек имеет вот эту тягу к сверхъестественному, узнать будущее. И, ну, но я вот даже понимая это, часто понимал, что вот даже узнав будущее, я не получаю никакого преимущества. Я его просто как бы узнаю, и для многих это становится еще даже худшим, да, что он вот там что-то узнал, там сбудется это, не сбудется. То есть ты совершенно не знаешь, как владеть этой информацией, понимаете или нет? Вот, ну, действительно не знаешь. Ну и что вот тебе сказали вот так, вот так, вот так. Вот помните этому, которого змея укусила, когда ему сказали, ты, пророчество ему было, да, ты погибнешь от своего коня. И он пошел и убил своего коня, любимого, да. Да, и так всю жизнь об этом переживал, что он убил коня. И потом пришел на могилу коня, и из черепа коня выползла змея и укусила его, да. Вот примерно, да, игра вот в знание будущего, да, вот в таком небожьем, так сказать, варианте этого, да. Да, но все равно хочется, правильно или часто, даже нам, как христианам. Вот, но Иисус говорит, вы будете, Дух Святой придет и вам будущее откроет. Будущее возвестит вам. И на самом деле, вот, все-таки, если мы во Христе, и если все это правильно, мы в преимуществе. Мы можем знать будущее. Во-первых, мы должны знать вообще будущее Библии, да. Что Библия нам вообще говорит о будущем, знаете, одной фразой можно сказать. Все будет хорошо. Вот это первое, мы должны, как бы, понимать, что, как один человек говорит, я читал Библию, там в конце все хорошо. И, ну, действительно так, там, ну, все хорошо, но не для всех. И это тоже правда, да, что будут те, которые окажутся в озере Огненном. Вот, будут те, которые, вот, как-то будут вне этого, да. И это тоже нам говорит Библия. И это тоже о будущем. Вот. Но что нам говорит основное Библия, вот, через Иисуса Христа, через то, что Он сделал? Ну, как бы, что, если ты вот это принимаешь, то, что Он сделал, то сколько процентов, что у тебя все будет хорошо? Сто. Сто процентов, что у тебя будет все хорошо. Если ты во Христе, и ты просто это, ну, как бы, принимаешь, то у тебя все будет хорошо. И это то, что мы, ну, должны, ну, понять, усвоить, верить в это и стоять на этом. Потому что, и даже, да, ну, существует такая картинка, да, мы тоже ее знаем из Библии, что кто-то строил золотом, кто-то драгоценными камнями, кто-то деревом, кто-то сеном, кто-то соломой. И день, говорит, покажет то, кто из чего строит. Кто строил золотом и драгоценными камнями, у того строение сгорит. А кто строил сеном и соломой, тот у того строение сгорит. Но сам спасется. Поэтому это тоже, как бы, хорошо. Поэтому, ну, вот мы должны тоже для себя сразу вот обозначить, да, да, у нас есть хорошее будущее, но это будущее тоже вот как раз вот в этом моменте, да, оно и зависит от нас. Будешь ты пахнуть там паленым, да, или ты будешь свинцом, да, ну, я имею в виду с наградой, да, с высшим званием во Христе Иисусе. Вот, и поэтому то, что нужно нам это понять, ну, во-первых, нужно перестать бояться. Нужно перестать бояться, потому что вот страх перед ошибкой, это и есть, как бы, вот, ну, мышление греховное тоже, в принципе. Потому что грех – это и есть ошибка, грех – это и есть мимо. А если греха нет, то мимо нет. Да, теперь я могу просто вот так куда угодно стрельнуть, ну, практически, да. Ну, здесь такой сразу вопрос, который обычно задавал апостол Павел. Так что же нам теперь грешить? Никак, да, я не буду, как бы, да, вот это откровение того, что теперь на самом деле мне все можно, да, и я свободный во Христе и спасенный, ну, оно как раз меня не должно теперь вот, потому что если я вот эту благодать начну использовать к тому, чтобы начать грешить и жить вот в каких-то там греховных наслаждениях и удовольствиях, тут и есть как раз это и покажет, что я на самом деле-то и невозрожденный, на самом деле и лукавый, да, что я неправильно к этому отношусь, я попираю смерть сына, да, вот эту кровь, то, что он мне дал. Но если я все-таки думаю об этом, стараюсь, да, и принимаю, стараюсь, да, искать Бога для того, чтобы принимать эти правильные решения в своей жизни, да, то, ну, Бог, видя мое желание, Бог, видя мое стремление, вот, для меня не будет существовать мимо, для меня будет существовать вот все время, даже если я где-то что-то сделаю неправильно, понимаете? То есть, ну, Бог меня проведет и выведет. Блажен, кому Господь не вменит греха. И это как раз вот об этом иногда. Не то, чтобы блажен тот, кто вот, ну, там, исполняет, ему ничего за это нет, а блажен тот, кто даже поворачивая не туда, приходит все равно туда, понимаете? То есть, даже ты ошибаясь, ты все равно продолжаешь свой путь, получаешь какой-то определенный опыт, делаешь из этого выводы и становишься еще более драгоценным даже для Бога и в глазах Бога. Вот. Но сегодня я вот такую проповедь чуть-чуть о будущем. В общем, что делает Бог, какой его, как бы, план для нас, как Он нас хочет вести, как Он хочет нас привести в наше светлое будущее. Что Он нас на самом деле уже даже в начале, вот эта Его методика, Его, как бы, откровение вести тебя из будущего. Кто-нибудь смотрел кино «Довод»? Нет, никто? Не ходите в кино? Что, грех, да? Ну, это последний такой фильм, один из последних фильмов Кристофера Нолана, такого режиссера, который снимает такие глубокие фантастические фильмы, основанные часто на многих таких физических настоящих законах, так вот, откровениях, именно научных таких, да, вот пытается там про время размышлять, про пространство и так далее. И вот я сходил тут с Дмитрием, мы, кстати, сходили, с Путиловичем, вот, даже там откровение у него было, у нас даже шутка-то. Там, короче, фильм про, ну, немножко расскажу, потому что, ну, мне надо это как пример, я не строю свою проповедь на фильме, но мне нравятся мысли. И я эту мысль вижу в Библии. И вот там про человека, которого вели из будущего, ну, в его, вот в этом настоящем, он там выполнял какую-то определенную миссию, там он, ну, как обычно в фильмах бывает, там нужно было плохих там поймать, там, или забрать у них что-то, или не дать им там что-то сделать, ну, не так это важно, но сам факт, что этого человека, как бы, вот, вели из будущего, то есть там уже есть какие-то порталы, каналы и так далее. И еще самое интересное, это в конце там скрывается, что ввел его он же сам, не встречаясь с ним. И там даже вначале была такая сцена, где они там в одном помещении, они борются, ну, то есть один, вот, ну, как он есть выглядит, а другой, там, в спецназовской форме, там, в шлеме, не видно, кто там, ну, совершенно там за ним. И вот они там пытаются друг друга убить, но не получаются, там, долго кувыркаются, ну, типа, одинаковые же. Вот, и ты, как бы, это не понимаешь, а потом уже, когда к концу фильм там подходит, там показывается, что это вот он сам с собой боролся там, вот, в этом определенном моменте. И там там были такие вот моменты, которые там, что, там были принципы такие, что сила в том, что, ну, в незнании, что вот этот человек, который был вот в этом еще настоящем своем, он не должен был знать вот всей вот этой вот картинке. Что-то ему там открылось, но его вот как бы ведут. Вот, ну, это такая мысль была. Да, а вот с пути, чем даже там это, мы когда сидим, у меня вот начало, я говорю, слушай, ну, а фильм, на самом деле, достаточно вот, если бы я вам этого не рассказал, очень много процентов, чтобы даже об этом не задумывались, что там вот так. Там так все намешано, закручено, просто вот, ну, в принципе, вынос мозга, и многим он не нравится и непонятен вообще. Там они полфильма вот так назад двигаются, ну, потому что все перематывается там. И ты не понимаешь, как там, и дышат в масках, потому что вот этот человек, который находится вот в этом там, то ли в прошлом, то ли в будущем, ему даже нужен специальный кислород, потому что он в этом там, ну, короче, вот такая научная фантастика и так далее намешана. И вот мы сидим там с ним, с ним смотрим это кино, и я говорю, слушай, вообще, как вот, я говорю, а я вот, ну, я так живу, говорю, ну, и начинаю ему объяснять, что я имею в виду, да, что вот я из будущего двигаюсь, что мне Богом открыты определенные картины, которые меня вот, ну, вдохновляют и ведут. И как бы я ему чуть объясняю там, да, а он там еще, я его позвал в кино, это была пятница, я ему позвонил, было время 9 часов вечера, и он, ну, он же сидел дома, никуда не собирался. Жена хотела со мной пойти в кино, потом передумала, и, ну, я уже хотел, и звоню Диме, Дим, да, что делаешь? Ну, ничего дома. Ну, пойдем в кино. Но я сейчас вам объясню, почему, говорю, гэ-гэ-гэ, он, он же духовный у нас. Он мне потом уже рассказывает, он говорит, ну, а куда? Я говорю, ну, он в этом, говорю, в 10 часов будет нормально, что, доедешь как раз там до меня. И я думал, что, я, честно говоря, я стрелял, думал, он обычно, ну, откажется, но кто-то так вот спонтанно там уже дома расслабился. Ну, ладно, приеду, ну, ништяк все-таки. И он потом мне рассказывает, он говорит, а я сижу дома, у меня голос внутри, иди, 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 иди. Ну, серьезно, он мне это рассказывает. Он говорит, кто это? Что это? Что за голос? Кто это? И мы потом, когда кино смотрели, я говорю, Путилыч, это я из будущего, тебе нужно. Короче, вот насмотрелись мы такой вот этой лабуды, как говорят у нас сегодня. Вот, но тем не менее, знаете, вот, я верю в то, что Бог, вот, как Он мне вот может меня вдохновлять через песни Цоя, так вот я иногда вот вдохновляюсь неким творчеством людей, потому что, да, я верю в это, да, что вообще начало творчества – это Бог. Бог творит, поэтому, ну, уже мы должны выйти как бы из Средневековья. Раньше, в Средневековье, я там боролась с людьми, которые говорили, что земля – она шар, и она вокруг солнца. Их просто убивали и жгли. Просто ненавидели, затыкали, да не может быть, открой Библию там и так далее. А знаете, сейчас еще есть эти люди, эти плоскоземые, знаете, которые сейчас в интернете. Целое течение, причем верующих христиан, которые утверждают, что земля плоская. Я не знаю, что с ними, вот их точно сжигать надо. Вот, ну, поэтому, как бы, полно всего, да, нужно иметь рассуждения, размышления. Вот. Если вы посмотрите, там целое течение этих людей, они там настолько в этом уверены, что никого слушать вообще не хотят, это все доказывают. Но только они там спорят, все-таки она круглая или квадратная. Ну, потому что четыре угла, ну, они там Библию начинают разбирать там и так далее. Вот. Ну, я вот про, да, про будущее, да, что, чем это может нам помочь? Потому что я увидел практически смысл вот для многих из вас в борьбе с грехом. Именно, да, нам, в принципе, с грехом бороться, как бы, не надо, но мы все равно, да, противостаньте дьяволу, да, и убежит от вас. То есть, как бы, мы должны некий, ну, вот эту внутреннюю силу найти, да, чтобы противостать. Силу, конечно, из крови, из Иисуса Христа, да, из вот, ну, того, что Бог сделал для нас. И вот как Бог ведет. И я увидел, что Бог ведет вот этими картинами из будущего. То, что вот он тебе это показывает, открывает. То есть, например, Павел говорит, пророчеством не пренебрегайте. Помните, он однажды там Тимофею говорил, ты помнишь, что тебе было сказано, когда на тебя возложили руки и за тебя молились? Вот ты помни это. Почему? Потому что сам апостол Павел, я уверен, что об этом помнил. Потому что, когда пришли молиться за апостола Павла, когда он был еще слепой, да, ему, в принципе, Господь сказал, иди, я, да, там, иди в Дамаск, и я тебе укажу, что нужно делать. Ему нужно было откуда-то получить картину, а на ней Бог сказал, да, когда он там противился и говорил, что, слушай, этот человек гнал, и он говорит, иди, это мой избранный сосуд, и это особенное мое оружие. И вот Павел при своем обращении как бы к Богу, он сразу получает про себя вот эту вот свою миссию, кем он будет, кто он будет, что он такое есть вообще в руках Божьих, но он еще здесь. Но он уже, ему открыто уже то, что там. И вы если посмотрите, в Библии, вот, ну, я везде вижу, Давид, восьмой сын, пришел пророк, созвали всех братьев. И пророк говорит, нету здесь царя, может, еще кто-то есть, да, есть там Наполеон, чего, во-во-во, его сюда. И вот приводят этого Давида, кудрявого, молодого, и на него возливается елей и пророчество ему в его жизни. Это пророчество, поймите, что мы иногда как-то вот читаем в таком, как бы, готовом варианте. Ну, конечно, мы же все видим уже, Давид стал царем, все уже произошло, мы уже все знаем, даже как, прежде чем мы читать начали, мы уже знаем. Но в жизни Давида еще ничего не произошло. Он по-прежнему продолжает быть пастухом, он по-прежнему вот, я думаю даже, что братья смеялись. Царь, смотри, идет. Ну, правильно, так обычно бывает, да, Давид просто вот, лучше бы не при всех, да, лучше бы вот, ну, этого вообще не было, может быть, да. И эти там подножку поставят, осторожно, царь, 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 ваше величество, да. И вот люди могут, да, или нет. Еще как, да. Но Давид уже носит вот это пророчество в своем сердце, понимаете, пророчество. Почему ему никто, да, может быть, вот, ну, иногда хочется так, что помазали на царя, и тут сразу ту-ту-ту-ту-ту-ту, все собраться, вот ваш царь, да. Вот так было с Саулом. А Давид, он продолжает пасти овец. И как в его жизни это еще не скоро наступает. Казалось бы, вот после того, ну, там достаточно потом развиваются события, вот он Голиафа побеждает. А, сначала его вообще певцом зовут в дом Саула, он уже начинает там, да. И вроде казалось бы, о, так неплохая стратегия для того, чтобы тут царем стать. Сейчас сначала тут попою, потом главным левитом, потом, ну, не знаю как, но уже я близко здесь, да. А потом опять на войну ушли, иди, паси овец. Да я же, овец, к папе иди домой. Вот. И потом убивает Голиафа, да. И казалось бы, ему хочется сказать, вы видели вообще? Вы видели? Ну, вы разве не понимаете, о чем Бог вам всем говорит? Вот. Ну, да, его делали военачальником, но царем он опять не становится. Более того, портятся отношения с Саулом, начинают в его жизни копья летать. И потом через какое-то время он оказывается в пещере, где Саул идет в туалет, и он вот там вот, ну, вот прячется просто вот там со всеми своими людьми, их убить хотят. А у него картинка как бы в голове, что он царь. И вот он, ну, вот он не понимает, как же это вот все произойдет-то вообще, вот это вот все. И ему даже тут друзья, да, и все, вот, все, сам пришел. Нужно убить. Это же Бог дает. Они ему прям тогда же и сказали. Бог твой предает тебе, твоего врага, на блюдечке. И вот, ну, как бы, но настоящий царь, то, о чем я хочу сегодня вам говорить. Потому что Давид был настоящим царем, настоящим царем именно из откровения Божьего. Ну, вот как бы, ну, как я думаю, что он думает. Что, как он будет царем, вот с этими кровавыми руками. Да, что вот царь, не которого там люди любят, а которого люди боятся. Который, ну, а у Давида уже откровение как бы другое. Да, он видит Саула, которого там многие боятся, который поступает нечестиво. И он уже размышляет, вот, да, я буду другим царем. Я буду вот по-другому. Я в любви буду. Потому что он, это прообраз Христа. Вот, и это другой дух. И вот он, ну, не соглашается на это убийство, даже когда ему люди говорят. И я говорю, что, ну, вокруг него даже люди знали о его мечте. Да, о его откровении. Да, потому что они говорят, вот, ты же, там есть такой диалог. Тебе же Бог царства обещал. Они так вот с ним тоже в ожидании, что Давид прорвется, Давид встанет на позицию, да, что рядом с Давидом будет однажды жить комфортно. Люди этого хотят. Но нужно время, нужно, чтобы это вот пришло. Нужно, чтобы Бог тебя воспитал, твой характер воспитал. И вот картинка будущего, она воспитывает твой характер. Потому что мы уже начинаем поступать не ради того, чтобы достигнуть эту мечту. А вот тут тонкая вещь такая, которую я как бы понял, которую хочу передать. А ты уже, вот, я человеку говорил, мы разговаривали. Я говорю, ну, ты представь, Бог хочет тебя благословить. Я уверен. И, ну, я тебе пророчествую, что у тебя должен быть, у тебя будет семья. У тебя будут хорошие зубы. Вернее, это первое. У тебя будет ребенок, у тебя будет жена, у тебя будет свое жилье, дом, у тебя будет хороший бизнес. Это то, что Бог хочет сделать в твоей жизни. В данный момент у человека вот это вот все разрушено. В данный момент это такая далекая, нереальная картина. И я говорю, вот, ну, ты должен начать поступать уже сейчас с мышлением того человека, как будто ты уже это все имеешь. И даже без слова, как будто. Понимаете? И это не то, что ты представляешь. Это не то, что ты, как бы, для того, чтобы это иметь, я тогда буду делать хорошо. Нет. Это немного другой принцип. Это не я отсюда поступаю для того, чтобы получить то. А это я тот в этой голове начинаю поступать так, как будто я это все имею. И тогда уже вот эта вот рюмка водки или сигарета или еще что-то, вот ты представь, вот для того человека, в котором ты уже находишься, у тебя уже есть ответственность перед ребенком, перед женой, перед твоими бизнес-партнерами. Ты уже всем этим владеешь, во всем этом валишься, ты уже этим живешь. Ты готов ради этой рюмки водки все вот просто вернуть вот туда, в этот ноль, в этот минус? Что, Леша, ты кашляешь что-то? Что случилось? Пошлепает? Постучи ему. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете разницу, что вот пока я здесь маленький, и вот как будто бы я иногда так сам, я иногда думал, что я вот людей как бы пытаюсь застимулировать, начать, вот оно там будет у тебя, у тебя все будет хорошо, начни вот здесь вот потихонечку чуть-чуть поступать. И человек, на самом деле, ему, ну, это почти невозможно, то есть вот начать приводить свою жизнь вот так вот, так вот, так вот в порядок, ему все равно, ах, вот лучше вот все-таки вот здесь и сейчас, и чтобы этого все, потому что вот она там где-то еще далеко. Но принцип будущего, который нам Бог хочет вложить через Святой Дух, через веру, через вот эти картины, которые мы видим в Библии, через это откровение, Он нам, Он хочет тебе сказать, ты уже это имеешь. Ты уже это имеешь, вот это вот свое будущее, оно, оно твое. Даже твои ошибки тебя не остановят. Вот за что умер Иисус Христос. Даже твои ошибки, даже твои, ну, вот, какие-то вот неверности, они тебя не остановят. Бог тебе говорит, это будет у тебя. Все, что может тебя отостановить, это вот отсутствие веры в это. Если ты поддашься неверию и вот опустишь руки и начнешь, ну, и тогда, соответственно, вот оно все в твою жизнь и вернется. Помните, да, как Моисей, да, про него сказано, что Моисей оставил вот это Египет, вот это свое положение, быть сыном дочери фараона и пошел страдать с народом Божьим, взирая на воз... И там даже так написано, потому что он взирал на воздаяние. Он уже взирал, он уже в этом был, он понимал, что это несравненно лучше. Он, ну, как бы, ну, у него там, даже у него другая немножко ситуация была. У него там, ну, не рюмка водки противостояла ему. Но он тоже в этом пожил и поварился. И вот это вот и есть вера, когда мы вот взираем на это и способны, вот, ну, действительно, то есть, что я вот, да, через этот фильм хотел вам сказать. То есть, я сам, состоявшийся из будущего, веду себя вот в этом состоянии. Понимаете или нет? Я принимаю решение, уже став этим. Не потому, что я хочу этим стать, а потому, что я этим являюсь. Скажите аминь. Иисус Христос так жил. Вот почему бесы говорили, а, что ты нас мучить пришел, еще не время тебе. Потому что реально было не время. Как Иисус мог прощать грехи, воскрешать, освобождать, не пойдя еще на крест? Ну, вот в этом и заключается вот эта Божья сила и откровение, что я многие вещи уже смогу делать здесь, сейчас, еще как бы не став до конца этим. И вот Иисус, у Него было решение и откровение, что Он Сын Божий в духе, Он согласился с Богом, что Он будет на кресте. Тем самым, Он уже как будто был на кресте и Богом была дана Ему власть уже действовать здесь на земле. Вот поэтому, если ты, вот, поселится эта картинка в твою жизнь, у тебя появится сила противостоять, у тебя получится, у тебя появится вот этот вот перевес. Сейчас я там с грехом, с кем-то похотями борюсь, вот, ну, на ощущениях, что я здесь чувствую, что я здесь ощущаю, что я сейчас имею. А ты борись с тем, что ты имеешь вот в этой Божьей пророческой картине для твоей жизни. Я, ну, мне это все пришло, потому что я рад, что вот на последнем богослужении, когда мы молились, я молился за вас. И я знаю, что некоторым людям было пророчество произнесено. Потому что были, ну, когда вот получается иногда там расслабиться, идет то, что ты даже как бы не думаешь. Просто ты вот входишь вот в это, и вот Бог начинает использовать тебя и что-то в твою жизнь говорить. И вот, ну, со мной так было, да, я вам рассказывал про этого дедушку, да, который вот пришел и сказал. Я не запомнил все, но я запомнил несколько ключевых моментов. И они меня до сих пор ведут и стимулируют. Потом в другом месте я увидел другую часть картины. В третьем моменте я увидел еще какую-то часть картины. Вот, ну, давайте я вам расскажу такое, после которого меня там, может, кто-то покритикует чуть-чуть. Не однажды Бог, вот я вам просто, потому что мне нужно вам это рассказать, чтобы вы поняли, как работает пророчество в твоей жизни. Потому что не уничижай пророчество. Не уничижай даже тот голос, который Бог тебе просто проговорил. Не через человека. Вот ты, Он тебе проговорил, ты... А я хочу это... Мне понравилось, что Он проговорил. Он мне вот, ну, что-то проговорил. Однажды я вот еще занимался бизнесом, вот, постройки. И как раз вот я начал со своим там бывшим... Он у меня был как посредник старший, кто давал мне работу. И мы потом стали компаньонами. И у нас вот вроде как открылась там какая-то... По сути, я думал, открылась, а на самом деле мы прям пикировали, вот, потому что кризис, 13-й и 14-й год. И вроде я уже дошел до какого-то такого момента. У меня были свои финансы, там несколько миллионов рублей, которые я мог уже, как бы, пускать в дело. И вот мы стали партнерами, мы стали уже вместе участвовать на торгах, брать. И вот, как бы, и действительно, если бы там попасть в это лет на 5 пораньше, то дома, дачи, крузаки, оно, ну, вот, в этой модели было обеспечено. Потому что работать мы умели и уже вот набрали определенную массу. Но не учли кризиса. Вот. Я сейчас рад, что это все произошло. Ну, я вот, как бы, получил некую... То есть для меня это было, что я вот прорвался немножко, как бы, вот, потому что иногда на какую-то другую ступеньку перейти очень сложно. Ты работаешь, работаешь, вот варишься, варишься в этой каше, там, объектов. И на другой уровень денег, ну, как-то даже не получается перейти, потому что работы всегда полно, людям всегда надо. И, ну, страшное дело, это стройка вообще. Особенно в нашей стране, когда деньги не отдают, люди пьют. И так далее, и тому подобное. Ну, и вот мне казалось, что сейчас вот пойдет какой-то другой уровень в моей жизни. Я помню, я летал куда-то отдыхать. И нас там случайно, мы пришли, прилетели, пришли поздно в аэропорт, и нас посадили в бизнес-класс. Ну, уже, то есть все билеты, билеты были куплены в эконом, но всех уже там рассадили. Они уже за счет эконома и бизнес тоже укомплектовали. И мы последние, и нас посадили в бизнес-класс, и мы вот там летели. И вот у меня вот, внутри меня, или я сам себе проговорил, или что-то, вот как-то меня это вдохновило. И вот что-то у меня такое проговорило внутри, что ты будешь летать бизнес-классом. Я уже даже не помню, как я это сказал. То ли я сам себе сказал, ты будешь летать бизнес-классом, то ли я сказал, я буду летать бизнес-классом там, да. Ну, вот она такая, да, амбициозная такая мечта, картинка там и так далее. Но мне почему-то показалось, что вот это не я сказал, не я придумал. Вот Бог как-то мне проговорил. Ну, я же, ведь сыны же, они же все самое лучшее должны иметь в своей жизни. И, ну, Божьи, да. И сначала, в чем, вот в том, в чем я находился, оно как раз вот мне и показало вот ту картинку, что вот, как я до нее дойду, что я буду заниматься, заниматься, заниматься бизнесом, буду там крупнее, крупнее, и когда-то смогу себе позволить летать бизнес-классом, просто как, потому что у меня будет достаточно денег. Вот. И потом вот стройка, она там вся прекратилась, но я всегда как-то помнил. И вот сейчас Бог уже вот в этом новом, как бы, водительстве, почему-то вот я это вспоминаю и понимаю. И, как бы, ну, начинаю, что-то мне дает двигаться из этой картинки. И вот я вам просто механизм хочу рассказать. Я, с одной стороны, мы это зафиксируем сейчас на видео, потому что когда начну летать бизнес-классом, потом это, видео поздно. С одной стороны, в этом есть амбиция, да, летать бизнес-классом. То есть лучше, а тут может это, да, такой, как Иуда, сказать, лучше нищим раздать. Причем нищих будет еще очень долго, да, ну, как бы, им лучше, ну, на более, можно действительно посидеть, ну, там тоже же нормально, все переплачивать за бизнес-класс. И вот поймите, что я потом начал вот об этом больше-больше, как бы, думать, что это вообще значит, летать бизнес-классом. И вот у меня есть друг-бизнесмен, вот вы жену его видели, она тут на Мерседесе, на 001 приезжала, Мария, вот. И, ну, реально там много денег, большими проектами двигает. Но и он, я не скажу, что не летает, наверное, там до Москвы летает, потому что, как бы, недорого. Ну, вот, например, что, ну, как бы, вот какие-то более, там, серьезные, еще не летает. Хотя денег много. Почему? Потому что деньги считает. Потому что, ну, как бы, это, ну, это, это, это бизнесмен, который, ну, представьте, за 100 тысяч долететь или за 500 всей семьей. Посчитал и принял решение автоматически, правильно или нет? Потому что, ну, считает деньги. И вот через это я начал понимать, что, похоже, бизнес-класс – это не о бизнесе. Бизнес-класс – это о чем-то другом. Что это, возможно, что-то, да, я не знаю, корпорация или служение, или вообще что-то такое, да, где, например, твое состояние, оно намного, как бы, ну, дороже и все покрыто. Вот Путин, да, вот там же, ну, не считай, я не сравниваю с Путиным. Есть, ну, чиновники там какие-то и так далее. То есть у них, как бы, это, ну, часть их, как бы, жизни. Они очень много летают. Они, ну, как бы, вот, ну, живут там часто вот в этих всех моментах. Вы понимаете, про что говорю, нет? Я пытаюсь, как бы, объяснить принципы, что Бог через пророчества, через картинки, которые Он тебе открыл, которые Он тебе проговорил, может тебе дать стратегию, может тебе дать направление, может помочь тебе найти вот этот мир. Смотрите, как Иосифу было открыто. Там тоже очень интересно, можно поразмышлять. Приснился первый сон. У него было два, вы знаете, да, основных. Приснился первый сон. Братья ему поклонились. И вот он о нем начинает рассказывать. Вот приснилось, ребят, ничего не могу с собой поделать. Вот так, так все нереально, все как-то вот похуже от Бога. Да, и вот, а им, братьям-то очень не нравится. Он говорит, вы все мне там поклонились во сне. И они его там сразу начали на него ругаться. Но вот эта картинка, которую он получил, она могла произойти в его доме. Да, просто папа по его способностям поставил бы его старшим. В принципе, как и уже растил его, но наблюдать за братьями. Дал ему особенную одежду. Он на них там ябедничал, да, рассказывал папе. И вот он такой был суперответственный, такой молодой человек. По ступенечке надвигался, да, в свое... Получил вот этот первый сон. Но потом-то он получает второй сон. Где уже плюс папа с мамой ему. И вот это уже выходит, ну, понимаете, то есть, если об этом размышлять. Да, если это вот, ну, просто прочитать, сказать, вот так вот так вот было там. Но если об этом размышлять, он получает что-то про себя, что не укладывается, что это вообще может произойти внутри дома. Потому что вот эта картина, где папа с мамой ему поклонятся, она не может произойти внутри дома. Понимаете или нет? О чем я говорю? Что когда он уже потом оказался в Египте, да, и там был на вот этих... Он мог уже тоже, ну, понять, что он находится внутри Божьего плана. Что то пророчество, которое ему было сказано, оно о том, что он будет вне дома отца. Можно из этого сказать? Можно из этого сказать. Я еще раз... Вот у Петра было очень интересное пророчество, сказанное ему Иисусом, из которого он тоже мог достать информацию о том, что ты когда состаришься, тебя поведут. И многие говорят, что вот его поведут и говорят об этом. А для меня там пророчество. На тот момент, когда Петр сидит, Иакову отрубили голову вчера, а сегодня поймали Петра, поставили четыре человека здесь, заковали ноги и четыре четверицы его стерегли. Его стерегли, как никого никогда не стерегли практически. А христиане, они вообще, ну, как бы, сами вот физически не могли бы там поднять какое-то восстание и освободить Петра. Но у Петра есть слово Иисуса Христа. Какое? Состаришься. Да? И вот, да, вот, то есть, о чем я говорю, что есть некие закодированные моменты в пророчествах, которые вот тебя могут вести, которые тебе могут, ну, дать ободрение, дать надежду и дать вот эту веру, и ты вот укоренишься на этом, и если ты это примешь. Вот, поэтому, я вам очень этого желаю, чтобы вот вы узнали свои вот эти пророчества, да, потому что я все-таки верю, что Бог каждому говорит. Каждому он, да, Иоанну он сказал, да, про Иоанна, да, да, когда Петр спросил, а с ним что? Да, уже чувствуя, что там тоже что-то интересное приготовлено. Ну, если я хочу даже, чтобы он прибыл, пока я не приду, тебе что до этого? Ты за мной следуй, да? И это тоже такой вот важный момент, что, ну, у нас у каждого свое, и у нас у каждого, вот, ну, Бог, вот, я, видя вот этих всех персонажей, да, Давида, Иосифа, Павла, Петра и так далее, я понимаю, что, ну, ты не будешь обделен, ты не будешь обделен. Может быть, ты не узнаешь пока там, да, до какого-то времени часть своей картинки, часть своего пророчества, но держись за то, что уже имеешь. Потому что, ну, я уверен, что многие из вас имеют. И держаться за это, ну, как бы придется тебе. Для меня, например, вот, для чего я вам рассказал про бизнес-класс? Сначала это были амбиции. Ну, я как вот, как есть говорю, да, что я, как бы, вот, ну, хотел бы дорасти до такого, чтобы вот мог себе позволить. А сейчас это для меня ответственность. Того, что, ну, что, возможно, ну, вот, то, что Бог будет делать, это будет что-то большое. И для меня это уже, как бы, вот, мне Бог в этом говорит, что это будет что-то большое. В том говорит, что это будет что-то большое. И вот в этом я тоже могу понять, что это, может быть, будет что-то большое. Ну, я понимаю, я похожа, как сейчас Давид, который вот сейчас поедет опять пасти овец. Да, вот, ну, и это нормально, понимаете, ну, как я имею в виду по, не потому, что, опять же, да, не приткнитесь, пожалуйста, что я Давид и так далее. Я имею в виду по пропорциям, понимаете. Поэтому то, что сделает в твоей жизни это, это вера. Аминь? Вера. Возьмите эту картинку. Начните собой руководить из этой картинки. Понимаете, нет? Станьте уже вот этим чем-то особенным в руках Божьим. То, что Он вам открыл, и ты вот, понимаешь, и тогда вот эта вот рюмка водки, или какие-то там сигареты, какие-то вот эти вот похоти, они ослабнут, они потеряют эту силу по сравнению с тем, куда тебя влечет Бог. Бог сможет тебя вот, Он через это тебя очистит. Через веру, через откровение, через вот эту картинку будущего. Аминь? Поняли? Поняли, поняли, не поняли. Ладно. Мы что забыли, Саша? Мы хотим за Сашу помолиться, и вот у нас еще Оксана день рождения, мы тоже хотели за тебя помолиться. Что, угрожаешь мне опять? А мы за тебя за здоровье? Или что? За здоровье? Ну тогда и за Виктора тоже. Виктор, как же водка стоит? Лучше? Не, ну правда. Ты готов засвидетельствовать, что стало лучше? Аминь? Аминь? Ну ладно, это. Еще раз рад вас всех видеть. Пожалуйста, не притыкайтесь на самолетах бизнес-классу. Ну, я на самом деле из этой штуки вот целую стратегию достаю. Я уже даже вот как объяснял, ну вот, может потом еще что-то объясню. Я как пример, знаете, потому что, ну, меня не бизнес-класс, то, что я вам говорю сейчас. Если раньше меня вдохновлял сам бизнес-класс, как меня увидят, как я всем все докажу, то сейчас у меня предвкушение, а что же это будет такое большое и сильное, что оно сможет позволить там своим руководителям, грубо говоря, вот такие условия. Потому что, ну, это нормально. Понимаете или нет? Это нормально. Если это вот, ну, не из последних денег церкви, да? Потому что это тоже можно все по плоти все там, да? Как пророчество, да? А ты что летаешь в бизнес-класс? Я в пророчестве. Вот это вот неправильная интерпретация часто вот пророчества, да? Когда человек не вошел в это, но вот он берет это вот таким образом, да? Вот она разница между вот этой вот просто духоманией такой харизматийной и вот, ну, мечтой Бога в твоем сердце. Потому что, ну, вот там же такая фишка. Представляете, Иосиф, да мы тебе поклонимся, да никогда. Но когда они пришли к нему, и он сказал ему, так, какие дома нравятся? Выбирайте. А что, можно этот? Можно этот. Представляете, вот какая его была позиция, что он просто им вот все раздал. Иосиф, слушай, а мне можно, ну, машину поменять? Да? Какую хочешь. Ну, у меня вот Митсубиси, я грузак хотел вот. Да ладно, меняй. Ну, понимаете, вот просто на современный вот, ну, как бы вот это, да? Сейчас он там посмотришь, там эти кадыровы там выкладывают. У него там эти машины стоят там. Не видели этого? Иногда в интернете, в Ютубе там самый длинный кортедж. И вот там сначала стоят какие-то, даже я не знаю, как они называются, эти машины. Потом, не помню, как называются, потом Майбахи, и потом только там Мерседесы и так далее. И вот это вот все в ряд, понимаете? Ну, вот. Я имею в виду, что могут короли, да? Вот, и Бог говорит нам в Иисусе Христе, что Он для нас приготовил будущее. Приготовил Царство. Приготовил Он это все, да? И вот оно уже как бы есть. Нам нужно в это войти. Но мыслить мы должны уже из Царства. Поймите эту мысль. Не мыслить здесь для того, чтобы войти в Царство. Вот это вот трудная дорога. А мыслить уже из Царства, как делал Иисус, как делал Давид. Вы понимаете, даже Давид. Представьте, как жил Давид. Давид жил, вот мне так понравилась эта мысль, привилегиями Нового Завета, живя в Ветхом. Да? Вот этот блажен, кому Господь не вменит греха. С чего ты это взял, Давид? Там в законе написано, надо принести столько, столько, столько. А ты тут что-то тут такое пророчествуешь, неудобно вразумительное. А у Бога нет времени. Давид уже откровением получил в свою жизнь то, как ходил Христос. И он жил в этом. И Бог его благословил всем. Аминь. Вот так мы должны, ну, вот это осознать и понять. И это должно вот именно сработать на наше мышление, на наше откровение. Аминь. Сверху. Вот. Продолжение следует...